Продолжение следует... Меня зовут Женя. Я студент Луганского национального аграрного университета. Я учусь на втором курсе. Ровно год назад я учился на втором курсе. А сейчас война. Украинцы наши друзья. А та война, которая сейчас проходит на Донбассе, это вина киевских политиков, а не мирных людей. Если вы хотите знать правду, приезжайте. Правда здесь. Здесь война. Гражданская война. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я студентка Луганского медицинского университета. Когда началась эта страшная война, я стала помогать своим землякам в социальной столовой. И даже сейчас, когда я учусь, я все свое свободное время провожу здесь, помогая всем, кто нуждается в моей помощи. Если вы хотите узнать, как живут граждане нашего города, приезжайте. Правда здесь. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я студент второго курса Луганской академии культуры и искусств. Раньше я занимался учебой, занимался хореографией, как своей профессией в будущем. Но сегодня украинские власти развязали гражданскую войну. Они начали обстреливать мой дом из тяжелой артиллерии. Я принял решение, что закончу свое обучение позже. Сейчас я защищаю свой дом, защищаю свою семью, своих друзей и близких. А вы называете меня террористом. Отдумайтесь. Это вы пришли в Луганск с войной, а не я к вам. И мы верим, что Бог в контроле этой стране Луганск, и что все будет хорошо. Меня зовут Галина. Я студентка МАШ-Университета. Всю войну я была здесь. Летом я занималась детской гуманитарной помощью. Я обычный студент. Я хочу обычной жизни, хорошего и светлого будущего. То, что творится сейчас здесь, это война. И не простая война, а гражданская. Вы хотите правду? Приезжайте. Мы ее вам покажем. Всем привет. Меня зовут Женя. Я студент Луганского государственного колледжа экономики и торговли. И сегодня такая ситуация, что мне трудно учиться. Всем моим одногруппникам сегодня трудно учиться. Потому что та обстановка, которая на сегодняшний день сложилась в Луганске, не дает полной возможности для получения нам образования. Мы не можем спокойно приезжать. Каждый день город находится под обстрелом и под угрозой жизни. Очень многие студенты на сегодняшний день просто боятся приехать в город, чтобы получить образование. Поэтому, если вы думаете, что здесь все хорошо, то приедьте и увидите со своими глазами, правда здесь. Меня зовут Денис. Я учусь в Луганском национальном университете, магистратура. Луганск – мой родной город. Здесь мои друзья, родные, близкие. Здесь все, кто мне очень дорог. Также я служил в украинской армии и давал присягу украинскому народу. Будь то народ Донбасса, Центральной Украины, Западной Украины – все это один народ. Когда я пришел домой, через несколько месяцев этот народ пошел на нас с войной. И я вынужден был взять оружие и защищать свою землю, своих близких, всех, кто мне дорог. Здесь гражданская война. Если с Киева или с Харькова виднее, что здесь происходит и кто в кого стреляет, то я вам скажу, это не так. Приезжайте сюда и увидите все своими глазами. Здесь идет гражданская война. Здравствуйте. Я ученица среднеобразовательной школы номер 7. 3 августа 2014 года, в полдвенадцатого дня, украинскими карателями была обстрелена школа после бомбежки и теперь мне негде учиться. В мирное время сбегаем из дома, а кто-то навеки остался под ним. Взрывы похожи на молнию с громом, и доченька просит, мам, покорми. Как странно, что дети в наше столетие, как странно, что дети боятся войны. Прошло много лет, недолго прожили, и бабушка плачет, да как вы могли. Какой же мы мир тогда сотворили, который разрушит ваши бои? Как странно, дойдя до таких механизмов, мы к миру не можем прийти. Как странно, что главный, как будто бы изверг, сидит выше всех, не боится войны. За каждого сына помолится мама, плевать на какой стороне. Убийства, калеки, страшнее криминала, своих убивают на проклятой войне. Как странно, взяв автомат, держат его молодые. Как странно, с приказом, выстрелив в мать, воюют, стреляют, как будто чужие. Наш город хотят истребить, из карты стереть насовсем. Мне запрещают любить то, что позволено всем. Как странно, что люди пошли воевать за жалкие деньги и скидки. Как странно, что воин, выстрелив в мать, ее не прикроют накидкой. Если вы действительно хотите знать правду, правда здесь. Здесь идет гражданская война. Вы все еще сомневаетесь и проверяете? Добро пожаловать!